В эфире служба новостей Саров 24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс три за последние сутки. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Никто, кроме нас. В Сарове отметили День ВДВ. Моя звезда. Воспитанница Дворца детского творчества приняла участие в международном конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, только в пяти субъектах наблюдается не очень значительный рост. Число инфицированных может увеличиваться из-за поспешного снятия ограничений или пренебрежительного отношения к ним. В том числе заболеваемость COVID-19 начала расти на Кубани, потому что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В воскресенье впервые с начала пандемии суточное число инфицированных превысило сотню. Три российские компании должны уже в сентябре начать серийный выпуск вакцины от коронавируса, разработанные в центре имени Гамалеи. Об этом 3 августа заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Сейчас эти предприятия готовятся к выпуску вакцины, отлаживая технологии и докупая оборудование. А вакцину от научного центра «Вектор» могут начать производить в ноябре. Прививать ей будут сначала группы риска, затем перейдут на массовую вакцинацию. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация будет проводиться бесплатно. Расходы покроют средства из бюджета. В первую очередь прививки будут делать медикам и учителям. По состоянию на 3 августа в России зарегистрировано более 856 тысяч случаев заражения. За последние сутки выявили 5394 новых больных. Выздоровели за все время эпидемии 653,5 тысячи человек. Умерли 14 207 наших сограждан. Нижегородская область готова перейти на второй этап снятия ограничений. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на встрече с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Сейчас в регионе зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом 20 тысяч человек уже выздоровели. Мы предсказуемо оказались на переднем крае борьбы с пандемией, учитывая плотность населения, масштаб области, близость к столичному региону. Сейчас ситуация уже стабилизировалась. Сокращается количество вновь выявленных случаев. Это приводит к постоянному освобождению коек для лечения больных коронавирусом. Сейчас загружено только 29% коечного фонда. Постепенно идет процесс перевода лечебных учреждений в плановый режим работы, сказал Глеб Никитин. Он добавил, что по коэффициенту распространения инфекции, проценту занятых коек и объема тестирования регион готов к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений. Это значит, что жители ждут новые послабления. В Сарове зафиксировано 969 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью и выздоровели 696 человек. Пять раскончались. 31 соровчанин госпитализирован. 28 лечатся в инфекционном отделении клинической больницы номер 50. Один из них находится в тяжелом состоянии. Еще трое лечатся в Привозском окружном медицинском центре. 177 человек, контактировавших с зараженными, остаются на карантине. Проведено 77 исследований. Праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского в этом году отметили в необычном формате. Из-за непростой эпидобстановки Дни памяти в Свято-Троицком Серафимодивеевском монастыре прошли в режиме ограниченного присутствия гостей и паломников. В организации богослужения оказали помощь волонтеры Нижегородской епархии, которые напоминали о необходимости соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки. Палаточного лагеря в этом году не было. Крестный ход из Сарова тоже отменили. Напомним, из-за вспышки на территории монастыря село закрыли на карантин 25 апреля. Ковид-19 диагностировали более чем у 400 человек. 24 июля карантин в Дивееве был снят. В России стартовал дополнительный период ЕГЭ. Экзамены будут сдавать более 3,5 тысяч человек. Они начнутся 3 августа и пройдут в течение 4 дней – 3, 5, 7 и 8 августа. Большинство школьников изначально регистрировались на август, поскольку не имели возможности сдавать ЕГЭ в июле. Также в августе экзамены смогут сдать участники, пропустившие их по болезни или другой уважительной причине. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Саровском управлении Пенсионного фонда предупредили об изменениях. С этой недели учреждение перешло на новый график приема граждан. Теперь обращаться в Пенсионный фонд соровчане могут по понедельникам, вторникам и четвергам, но строго по предварительной записи. В любой из пяти рабочих дней рассматривается ходатайство о предоставлении пособия на погребение, регистрации, подтверждении или восстановлении учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации. А также о заблаговременной работе с лицами, выходящими на пенсию. Более подробную информацию можно получить по телефону 5 11 33. О выплатах, на которые могут рассчитывать граждане, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции, расскажут по телефону. Горячая линия по этой тематике будет работать в Нижегородской области до 16 августа. Специалисты Центров занятости населения расскажут о назначении пособий гражданам, потерявшим заработок в результате введения ограничительных мер в период пандемии. А также о продлении до 1 сентября этого года выплаты максимального и минимального пособия по безработице. Звонки принимают по номеру 8 831 234 07 27. Автовладельцам напоминает, что до 30 сентября они могут приобретать полис ОСАГО без предоставления диагностических карт. С обязательным условием донести этот документ страховщику в течение месяца после снятия ограничительных мер. При необходимости правительство может еще отодвинуть этот срок, но не более чем на 90 дней. Звонят якобы из службы безопасности банка и просят сообщить личные данные или перевести деньги на неизвестные счета. Мошенники придумывают все новые способы, чтобы отнять у людей деньги и убеждают их переводить сотни тысяч кровнозаработанных рублей. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили у горожан, сталкивались ли они или их близкие с телефонными мошенниками. 75% участников опроса признали, что им поступали звонки от неизвестных с просьбами снять и перевести деньги. 15% опрошенных слышали о таких преступных схемах от своих родственников. Лишь 10% соровчан ни разу не звонили мошенники. От своих близких они тоже не слышали таких жалоб. Попалась на уловку мошенников в апреле, а заявление поступило в полицию в середине лета. Соровчанка отправила его почту, лично не пришла, соблюдала режим самоизоляции. В письме она сообщила подробности происшествия. Схема, по которой действовали преступники, старая. Мошенники попросили перевести деньги на резервный счет. В итоге женщина лишилась 30 тысяч рублей. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. ДТП, которое произошло 30 июля, пополнило печальную статистику смертельных аварий Сарова. Ночью на перекрестке улиц Московской и Гоголя автомобиль врезался в фонарный столб. Водители пассажирка погибли. По словам сотрудников госавтоинспекции, они ехали на большой скорости, и мужчина, находившийся за рулем, не справился с управлением. Если просмотреть видеозапись, то до того момента, как автомашина попадает в камеру, в обзор камеры, в виде зеленого наблюдения, автомашина уже движется под углом к краю проезжей части. Свет, пучки, ближний свет фар направлены на левую по ходу движения обочины, на встречную полосу. Поэтому в этот момент уже он движется с заносом. И впоследствии с этого заноса он выйти не смог. По мнению специалистов, скорость водитель набрал, двигаясь по улице Московской в сторону Тиза. Шансов выжить в такой аварии у тех, кто находился в машине, практически не было. При осмотре места происшествия, повторно, которое мы производили, пассажирский ремень безопасности, он был разрезан при производстве деблокировки пострадавших, погибших. Вот, соответственно, девушка была пристегнута. Сотрудники полиции задержали похитителя двухколесного транспорта. Пострадавшим от его действия гражданам вернули четыре велосипеда и один электросамокат. Вором оказался ранее судимый соровчанин 39 лет. Его задержали в то время, когда он ехал на одном из украденных велосипедов. Был остановлен патрульно-постовой службы, однако не смог пояснить, куда вообще у него этот велосипед. В дальнейшем было установлено, что данный велосипед был похищен с подъезда по Академике Харитона. Задержание провели в рамках оперативной операции «Велосипед». В течение нескольких дней сотрудники полиции проверяли все возможные пути сбыта краденных вещей, чтобы найти преступников. Проводился мониторинг сайтов бесплатных объявлений, где выставляются на продажу похищенные велосипеды, возможно. А также проверялись пункты проката велосипедов, как возможных мест скупки, краденого имущества, хранения похищенных велосипедов. Выйти на след предполагаемого преступника помогла наводка. Бдительные горожане сообщили в полицию о том, что некий мужчина передвигается по городу не на своем велосипеде. Работа на оборудовании передвижного комплекса и освоении новых педагогических компетенций. В детском технопарке Саров проходит образовательная сессия для наставников. Всего в проекте примут участие более 100 педагогов из региональных кванториумов. Планируется провести 4 образовательные сессии. Подробности смотрите в следующем репортаже. Наставник должен всегда быть на шаг впереди для того, чтобы была почва, была основа для того, чтобы заинтересовать ребенка в первую очередь. Для Андрея Порваткина участие в сессии – это возможность изучить и поработать с высокотехнологичным оборудованием, чтобы на занятия с детьми ответить на самые сложные вопросы и научить их применять знания на практике. Формат проекта позволяет прокачать разные компетенции педагогов. Здесь очень хорошо представлена командная работа, то есть постоянное взаимодействие. И за счет перемешивания получается поработать абсолютно со всеми коллегами. Ну и, соответственно, также с наставниками. То есть постоянно идет обмен опыта. В первой образовательной сессии приняли участие 28 наставников из семи регионов страны. У большинства за плечами лишь год работы в Кванториумах. И, безусловно, знания, которые они получат на этом проекте, очень пригодятся. Нам очень интересно узнать новости от людей, которые занимаются этим дольше, чем мы, которые больше и, может быть, даже немножечко поумнее, чем мы. Образовательные сессии для педагогов-наставников мобильных технопарков Кванториум в преддверии нового учебного кода стартовали по всей стране. В этом году конференции проходят два этапа – дистанционный и очный. В течение нескольких дней команда освоит новые инструменты педагогического планирования, сценирования, познакомится со спецификой работы некоторых направлений. Сейчас здесь уже мы погружаемся немножечко, как мы это называем, в харды. То есть это непосредственно прикладные направления. Это аэро, это VR. То есть все непосредственные работы с оборудованием, работы с мобильным Кванториум с машиной, которая здесь присутствует. Соответственно, это уже работы такие, как мы это называем, hard skills. То есть это уже прикладные их умения, компетенции. На базе Саровского Кванториума планируется провести четыре образовательные сессии, в которых примут участие более ста наставников. И место выбрано не случайно. Мы, по сути дела, предлагаем комплексный формат проведения сессии, где, по сути дела, самое новейшее оборудование, которое есть сегодня в детском технопарке Кванториум, это мобильный Кванториум, который в Нижегородской области в любой точке курсирует под те мероприятия, которые нужны. Это инфраструктура технопарка Саров, который уже здесь на протяжении нескольких лет работает практически на полную мощность. Как отмечают организаторы, приобретенный опыт поможет педагогам начать работу в области проектно-технического образования школьников на более высоком и профессиональном уровне. Ежегодно 2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. Это праздник для тысяч россиян, которые служили в Крылатой гвардии и продолжают жить с девизом «Никто, кроме нас». О торжественных мероприятиях, которые прошли в этот день в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. Традиционно 2 августа возле Вечного огня собираются десантники. В этом году у голубых беретов двойной праздник. Воздушно-десантным войскам России исполнилось 90 лет. В честь этой юбилейной даты всем членам Союза десантников вручили памятные медали. Носить голубой берет может не каждый, уверен председатель Саровского городского отделения Союза десантников Александр Кузьмин. Форма и звание требуют от десантника не только физической силы, но и силы духа. Конечно, сложно, но это кому как. Если ты подготовленный, тебе полегче. Если ты занимался до армии, бегал, стрелял, прыгал с парашютом, тебе легче. А те, кто вот как бы пришли, попадаются такие, которые из деревень, которые не прыгали, ничего. Но они все-таки тоже крепкие ребята, в деревнях крепкие растут. По-разному, всякие приходили. Память погибших боевых братьев десантники почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню и памятнику воинам-интернационалистам. Воспитанница вокального объединения «Звездопад Дворца детского творчества» стала победителем международного конкурса. В школьные каникулы Анна Сустатова повышает свое певческое мастерство, участвуя в различных творческих фестивалях. В итоге девочка в двух конкурсах заняла первые места. Еще в двух стала серебряным призером. Четыре конкурса, четыре призовых места. Эти награды Алена Сустатова сумела завоевать за два летних месяца. К каждому мероприятию девочка готовилась основательно. Заполняла заявки, записывала видео и презентации. Больше всего Алена гордится победой в международном конкурсе «Моя звезда», который прошел в Москве. На него девочка отправила видео с песней «Как бы сосчитать». Эта песня «Как бы сосчитать сколько раз». Мы подумали, что она очень понравится жюри, не прогадали. Когда я узнала, что я заняла первое место, я очень обрадовалась. В конкурсе приняло участие более трех тысяч человек со всего мира. Их оценивала компетентная жюри – народные и заслуженные артисты России, композиторы, продюсеры и педагоги. В итоге судьи отобрали 15 победителей в разных номинациях. После того, как уже нам огласил нашу победу, партнер является, информационный партнер, журнал «Телесей», который организовал площадку для народного голосования на приз зрительских симпатий. И Алена у нас входит в десятку лучших. Вокалисты, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы. Отдать голос и поддержать Алену Сустатову можно на официальном сайте «Вайд.ру» в разделе «Стиль жизни». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова